О, друзья, мы приехали на такое побережье погулять, на море посмотреть. Это место называется Чон Дон Чин, и там вот корабль стоит. А это фиговые деревья. Это пальмы вообще-то, но их вот так утеплили на зиму, потому что они замерзнут здесь. Вот видите, какие руки. Сюда корейцы приезжают на Новый Год встречать рассвет 1 января. Утро 1 января. Первый рассвет, первое солнце, они здесь встречают, и оно вот прям между вот этих двух рук огромных встает. Солнце. И делают много фоточек, и вообще просто... Вот такие вот живописные пальмы. Хотите-хотите такие пальмы. Летом здесь, конечно, намного красивее, но и зимой тоже хорошо. Гелик хочет спуститься. Там, видите, стеклянный мост такой, над обрывом. Сейчас мы туда спустимся. Круто. Что, спустимся? Такая красота. А это мачта, да, или как она называется? Корабля. Настоящий корабль, но из него сделали отель. И вы можете там остановиться, если хотите, вот так вот. Корабль прям над обрывом стоит. Цвет у моря просто невероятный. Изумрудный какой-то. Никаких фильтров не надо. Боже. Невероятное место, друзья. Обязательно будете в Корее. Обязательно. К посещению. Без преувеличений. Без преувеличений фантастика. Очень красиво. Нет, спускаться, конечно, хорошо, но потом же это подниматься столько придется. Это уже не очень. Посмотрите. Не важно, не важно. Друзья, это просто ужасно страшно. Охренеть. Невероятное место. Просто обрыв. Вот так выглядит этот корабль-отель. Кстати, здесь недорого. От 100 долларов начинаются номера. Большие сейчас скидки. Обычно 200-300 номер здесь стоят. А сейчас от 100 долларов есть номера. Поэтому, если хотите, вот приезжайте. Очень красивые виды открываются из номеров. А летом здесь также работают бассейны. Здесь рестораны есть, какие-то развлечения, клубы. Все, есть Титаник, короче, такой корейский. Куда вы опять спускаетесь? Я не буду потом подниматься. И так коленки трясутся после этой лестницы. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот выглядит холл в этом отеле. Просто отель. Да, здесь такие запахи, друзья, булочные. Прям пекут булочки. О, так пахнет вкусно. И да, здесь вот такой кораблик стоит. Крутятки. Там пьяно. Все как в обычном отеле. Здесь, помню, летом мы были с мамой, когда рыбки были. А, вон они плавают, карпы. Но что-то мало их. Один. А, ну, вон, два. Сюда вот денежку кидают. Так же, как в России принято это, да, на удачу копеечки кидать. И здесь тоже. Смотрите, вот здесь много рыб. Но они, по-моему, только вывелись, какие-то мелкие. Были такие огромные, карпы сейчас такие маленькие. И все деньгами засыпано. О, хочу водолазом здесь работать. Там целый миллион уже накидано. О, сколько бабла, друзья. Вот, приходите ночью сюда. И на отель себе насобираете, точно. Тут вот фонтаны летом тоже такие. Со статуями европейскими. Но зимой водички нет. Как всегда, извращенное корейское чувство. Прекрасно. Да. Море волнуется раз. Море волнуется два. Такие волны. Огромные. Ближе к сезону здесь уже сделают пологий такой берег. Вымывает за зиму песок здесь. И будет выглядеть это все по-другому в купальный сезон. Но мне зимнее море нравится на вид даже больше, чем летнее. Кое-кто лето решил не дожидаться. А зачем? Помни, я сейчас стою. Анжелина, а что? Какой-то мини-парчик. И стоит какая-то фигня со знаками зодиака или что это? Непонятный объект. И там вот старый поезд. Старый-старый. Здесь железная дорога старая. Есть пути. И я не знаю, можно ли на нем прокатиться. Мы здесь не были ни разу еще. Вот такие только бабки да детки в Корее путешествуют целыми компаниями. Тут вот такая старческая мусочка играет. А, французская, по-моему, даже на французском языке. И бабушки, дедушки приходят сюда, вспоминают свою молодость. И если в России до сих пор такие вагоны можно встретить, то здесь это уже как просто музейный экспонат. А, ну, он, по-моему, из дерева этот вагон, поэтому да. В России таких уже давно нет, да? Дерево. Деревянное. Классно. Прикольно. Друзья, внутри запах прям, ну, обычного российского поезда. Пахнет поездом прям. Это обычный вагон. И здесь просто кафешечка. Кофе продается. Кофе и какие-то сувениры, видите, часы. Друзья, там внутри есть музей. Музей, по-моему, то ли часов, то ли времени, что-то такое. Но Софья не захотела идти. И там платный вход. Около 5 долларов стоит вход с человека. В этот музей часов. Там всякие-всякие, по-моему, часы собраны. Да, вот такие. Ну, в следующий раз, может, сходим. Что Ангелинка там играет в песочек, и мы ее никак не можем с пляжа утащить. Друзья, здесь есть вот такие вот, как-то сказать, велосипеды семейные, да? Садитесь в такую кабиночку, крутите педали. И едете по побережью, любуетесь пейзажами. Весной и летом очень прикольно. Ну, летом очень жарко, а вот весной, осенью должно быть очень красиво. Такое еще есть здесь развлечение. Будем знать теперь. Может, еще раз сюда приедем, когда-нибудь. Подъезжаем уже почти. Я, конечно, горы люблю больше всего, больше, чем море. Намного. Для меня горы – это все. Я бы здесь жила. Гораж. Здесь есть школа. Сейчас вот мы проезжали, школа прям в горах. В горах вообще живут люди, есть домики. И люди живут, ходят в школу. Школа небольшая такая, но все равно такая прикольная, красивая. И очень круто жить здесь. Хочется, хочется. Хочется, хочется. В горах вот снег. Видите, в этом году снега очень мало даже в горах. Обычно здесь, когда снег идет, здесь проехать просто невозможно. Да. Красота, друзья. Здесь есть минеральный источник. И они из этого минерального источника берут воду. Она очень полезная. И варят на ней рис. И это безумно вкусный рис. Мы ради этого сюда приехали в горы, чтобы этот рис поесть. Летом вот, когда тепло, можно на улице кушать. Вот, видите, такие столы и лапки в таком модном стиле. И, конечно же, мы пойдем на полу засядем. Это место знаменито такой вот настойкой на корнях женьшеня. И вот под такими крышечками ее продают. Скажите после этого, что корейцы не извращенцы. Это такая стопочка. Видите, настойки всякие на женьшене, на сливах и все такое. И продают всякие полезные травы. Кондре. Всякие корешки, настойки. Соус вот этот деревенский тенджан. Потрясающе. Как у бабушки в погребе. Ангелина искупалась уже в сугробе. И замерзла. Полные башмаки. Набрала снега. Ангелина, я не могу. Ангелина, я не могу. Ангелина, я не могу. Баба, я не могу. Видите, сколько настойчик всяких. Корейцы любят это дело, настойки. В России настаивают на чем, я не знаю. Тоже на рябине, да, на рябине, по-моему. Но в Корее в основном, конечно, на всяких корнях. Типа женьшеня настаивают. И считают, что это полезно. Что если это пить, можно прожить до 100 лет минимум. Профи уже, Суня. Вот чем здесь корня. Друзья, сначала нам принесли картофельный драник. Прям настоящий, как из детства. Такой же на вкус, такой же на вид. Просто драник из картошки жареной. Блинчик. Друзья, вот такие нам панчаны притащили. Это сан намуль. То есть вот эти все намули, как это назвать? Здесь всякие травки, листочки, вершочки. Дары природы, так сказать, да? Я не знаю даже, как это на русский язык перевести. Тут же растут грибы. И все вот это вот остальное. А это вот корень такой жареный на углях. А в остром соусе. Остро-сладком. Это невероятно. Вот сюда. Это соус для рыбы. Макать сюда рыбу. Вот, по-моему, если... А, нет, это в рис потом добавлять. Сори-сори-сори. Сейчас еще вас всех запутаю. Келик. И самое главное, это рис. Это рис. Когда... Софья заказала рис с чертополохом. Любит она это блюдо. Очень полезное. Вот. Когда рис готовят на воде из источника минерального, он приобретает вот такой желтоватый оттенок. И, друзья, поверьте мне на слово, просто это безумно вкусно. Если у вас будет возможность когда-нибудь, обязательно попробуйте. Друзья, вот так выглядит родник. Где-то здесь, да, должен быть. Родник. Скользко очень, да. Тут посыпали, конечно, песочком каким-то. О! Люди там что-то набирают. Ангелина специально падает за сранкой. Ей так веселый. Реально, наверное, скользко очень. Да, здесь можно еще и в воду упасть. О, боже. О, боже. Друзья, это сам. Самая настоящая минералка, которую мы покупаем в магазине. Соленая, короче. Соленая и газированная вода. Глина, я тебя стирать не буду. Пойдешь пешком домой. В машину не сядешь такая. Джеми сочек у меня, джеми сочек. 17. Смотри, она его тянет сложно на лёд специально, чтобы попадать. Вылий её нафиг. Я поняла, что это очень полезно. Там куча железа в ней и всё такое. Минералы, железо. А, Момогу надо. Бутылки вкуснее, правда. Там, наверное, как-то её всё равно что-то с ней делают. Он не хочет уходить. Хочет по льду покататься. Сосранка. Свободу акулам. Свободу акулам. Да, она вся. Полные башмаки снега. А, здесь там кафе есть. Осек кафе. Осек называется источник. Или там, смотрите, какие-то пряничные куколки стоят. То есть, там кофе всё такое. Булочки какие-нибудь. А внизу ресторанчики. О-о-о. Ничего себе, я сама чуть не упала. Видите всякие? Вот это папоротник сушёный. Папоротник. Тоже его используют в виде. Вот, 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 ещё. Всякие вот грибы, древесные, видите, древесные грибы. Из них тоже всякие делают. Как это называется? Полезные фуды, это вот эти. Порошки натирают. Как лекарство. Анжелина! Очень много всяких полезностей. И просто, если жить здесь, вот в корейских горах, можно жить сто лет. Сто двадцать, как минимум. О-о-о! О, это то, что я хотела! Здесь вот эти торсоты продают. Рис варить дома. А крышечек к ним нету деревянных. В общем, вот такие вот даже чисто корейские традиционные какие-то штучки-дрючки здесь продают. И, да, вот это макули. Её производят прямо здесь. На корне. Тодок. Сделанная макули. Всё. Поедем домой, наверное, наше путешествие заканчивается. Почти нам ещё до дома три часа ехать. Будем останавливаться, да, на всяких перевалочных пунктах. Но у меня всё. У меня на камере осталось 30 секунд. Друзья, я думаю, что... Если и буду снимать, то на телефон. Теперь уже. А, ангелли. А, ангелли. А, ангелли. А, ангелли. А, ангелли. Ну, ребёнок снег увидел. Почти. Впервые в жизни такие большие сугробы. Всё, друзья. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok